Музыка Меня зовут Юрий Немков, родился в Латвии, в Риге. По образованию был журналист, public relations, специалист. Я думал развиваться в этом направлении. Ну, как-то потерял интерес на каком-то этапе. Сидели с товарищем вечером, он мне говорит, что ты займись чем-нибудь, что ты очень любишь делать полным сердцем. Мне нравятся интересные вина, интересная компания, путешествия. К волею судьбы остановился в Лондоне на несколько месяцев. Я приехал с большими амбициями и, честно говоря, не очень себе четко представлял, чем я хотел заниматься. Ну, трудно было поначалу, потому что ты идешь работать тем, чем ты не хотел бы поначалу. Работал в одном из центральных отелей пятизвездочных в качестве бармена. Выучил профессию, значит, напитки. Таким образом познакомился с ее такой частью этой работы, сомелье. Нашел, что есть такая специальность. С тех пор я очень счастлив. Каждый раз открывая для себя бутылку, ты понимаешь, что там есть история, люди. Работаю, тестирую вина профессионально, как сомелье для организаций в Лондоне, Австрии, Германии. Было трудно в каком смысле? Вы знаете, когда вы попадаете в другую среду, экономическую, культурную, вы испытываете культурный шок. Для того, чтобы обеспечить себе такой же благоприятный климат, надо очень много работать и заслуживать уважения коллег, завоевывать какое-то внимание новых друзей. Я уверен, что на это не все способны переехать в другую страну, полностью поместить себя в другую культуру, потому что языковой барьер, он присутствует. Я вот учил хорошо английский язык, но тем не менее, я помню, работал в полностью такая английская компания небольшая. Сижу первый день с коллегами своими будущими, они разговаривают о чем-то, шутят, пытаются меня вовлечь в беседу. А я сижу, уцепившись в одну мысль, что я не понимаю, о чем эти люди говорят. Ну, потому что это так называемый простой, доходчивый для них английский язык, но он звучит очень непонятно для иностранца. Но в конце концов, как-то всему учишься. Я до сих пор уверен, что сделал правильный выбор. Как это показала практика, так сделало 25% населения Латвии. Очень мало кто видит свое будущее назад в прошлом. Очень мало. Это на прослойке иммиграционной держится вообще все благополучие в сфере обслуживания во всей этой стране. В Лондоне, я думал, побуду, три месяца уеду. Но вот сегодня уже, наверное, 16 лет почти. И чем больше я живу, тем больше я люблю этот город. Вот. Именно Лондон. Потому что я был по всей Англии, я очень много путешествовал на Лондон. Он как Нью-Йорк, такой плавительный котел всех культур. Здесь есть все для любого человека. Если ты устал от Лондона, писатель сказал английский, то ты устал от жизни. Помня об этом, всегда стараешься как-то быть в его раскрученном маховом колесе и вращаться, и успевать все делать. Спасибо. 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 Спасибо.